Детским садам Калмыкии Указом главы Калмыкии в республике продлен период действия ограничительных мер до 9 мая включительно. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет. Решение принято по итогам оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии. Кроме того, по решению оперативного штаба будет проведен фестиваль тюльпанов на территории Целинного района 24 апреля при выполнении санитарно-противоэпидемических мероприятий и соблюдении ряда условий. Бату Хасиков подчеркнул, что при проведении фестиваля тюльпанов необходимо уделить внимание продвижению и популяризации бережного отношения к природе и сохранению природной красоты степи и тюльпанов. Глава управления Роспотребнадзора по Калмыкии Джангар Санджиев считает, что учитывая значимость и важность мероприятия, а также то, что фестиваль проходит в степи на открытом воздухе, то его проведение возможно. Министр культуры и туризма Калмыкии Саглара Тюрбеева добавила, что необходимо проконтролировать и организовать мероприятия с соблюдением всех требований. Итак, 24 апреля на территории Костоянки-Шата Целиного района пройдет ставший уже традиционным фестиваль тюльпанов. Каждый год туристы из разных уголков планеты спешат увидеть бескрайние калмыцкие степи с цветущими полями краснокнижных растений. Масштабное мероприятие в первую очередь направлено на сохранение диких тюльпанов. Так, три года назад фестиваль тюльпанов вошел в десятку популярнейших событий страны. После перерыва из-за пандемии фестиваль тюльпанов вновь готов встретить многочисленных гостей. Полина Бебенова продолжит. На месте проведения красочного действия будет развернут калмыцкий хатон, город мастеров, фудкорт, спортивная и культурная зоны. Жители республики, а также многочисленные гости и туристы смогут не только насладиться красотой весенней природы, но и познакомиться с традиционным бытом калмыцкого народа. К разной нитью фестиваля пройдет тема сохранения массового произрастания диких тюльпанов, бережного отношения к природе и воспитания экологической культуры у населения. Поедем с друзьями, с родителями на фестиваль тюльпанов. Хочу сказать, чтобы все берегли природу. Ну, я думаю, прежде всего, мы сами не должны их рвать. А на моей памяти всегда рвали, не задумывались. Только стал взрослым человеком, я узнала, что их нельзя рвать. Мне кажется, во-первых, нигде нет такой степи, как у нас. Мне почему-то кажется, что вот именно наша майская, апрельская степь, красивее ее нет ничего на свете. Туристы, приезжая к нам, они бывают поражены нашей кухней. И у многих складывается хорошее впечатление. Торжественная церемония открытия состоится в этнографическом хатоне. Гости смогут увидеть театрализованные постановки. На другой площадке будут выступать музыкальные группы и танцевальные коллективы. Пройдет концерт финалистов Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Будет работать открытый стендап-микрофон. И, как сообщил министр культуры и туризма Саглара Тюрбеева, 24 апреля в Калмыкию прибудет туристический поезд «Москва-Ростов-на-Дону» и «Листа-Москва». 75 участников этого тура уже купили тур в Калмыкию по посещению тюльпанных полей, ознакомления. Остальные 200 человек, у них свободная программа, но, как правило, это посещение хурула, музеев, пагоды и других мест. Для полного погрушения в атмосферу кочевой цивилизации гости фестиваля смогут ознакомиться с уникальными образцами калмыцкого музыкального и танцевального фолклора, принять участие в спортивных состязаниях по традиционным видам спорта, приобрести сувениры мастеров декоративно-прикладного искусства, отведать блюда национальной кухни. «У нас предприниматели есть такие, которые ежегодно участвуют, уже лет на протяжении с 15-го года участвуют в данном мероприятии. Они уже подробно изучили требования и предпочтения туристов и посетителей фестиваля. Поэтому, конечно же, традиционно это мясные блюда, это шашлык, это калмыцкая национальная кухня. Конечно же, стараемся что-то придумать новое. И в этом году это будет еще одна легенда о тюльпане. Пока не буду раскрывать всех секретов. Активное участие в фестивале примет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Как известно, глава калмыкии Батухасиков обратил особое внимание на необходимость тщательной проработки экологической повестки мероприятия, чтобы фестиваль мог стать действенным инструментом сохранения тюльпанов и экологии нашей степи. В этой связи Минприрода увеличила период экологического патрулирования, который будет осуществляться непрерывно до начала мая. К участию в патрулировании также будут привлечены общественники и волонтеры. Кроме того, в планах провести разъяснительную работу. И контроль за соблюдением природоохранного законодательства будет усилен. Данные мероприятия начнутся уже в конце этой текущей недели и будут осуществляться непрерывно до начала мая, то есть окончания цветения тюльпанов. Ведь из-за незнания или нежелания соблюдать запреты на сбор редких и краснокнижных видов местные жители и туристы срывают первоцветы, нанося тем самым непоправимый вред популяциям. К участию в патрулировании также будут привлечены общественные инспекторы, министерства и волонтеры. Кроме того, Минпрода Республики Калмыкия обратилась в районы муниципального образования с просьбой поддержать экологическое патрулирование в местах массового произрастания тюльпанов в наших районах. Количество желающих посетить не только фестиваль тюльпанов, но и достопримечательности республики растет с каждым днем. В одном из гостиничных комплексов столицы бронь номеров началась еще в начале этого года. Для комфортного пребывания в отеле созданы все условия. Идет у нас полная бронь сейчас в отеле, причем эта бронь началась еще с того года, с конца. Весь апрель у нас полностью, 100% занят. Со всей страны к нам едут, со всех регионов, причем это большие группы туристов. В программу фестиваля также входит и дегустация блюд калмыцкой национальной кухни. Уже в эти дни для участия в ней подано свыше 15 заявок от рестораторов республики. Предприниматели готовы предложить разнообразие национальных блюд из качественного калмыцкого мяса, о вкусовых качествах которого знают во всем мире. Хотели бы предложить многим гостям нашего города замечательные блюда из калмыцкой кухни, чтобы они попробовали наше мясо. Обязательно это традиционная наша баранина, либо ассорти из баранины, которую мы представим на нашем фестивале тюльпанов. Мясо мы закупаем исключительно у проверенных поставщиков, чтобы было всегда свежее и, соответственно, качественное. Стараемся, чтобы калмыцкую кухню продвинуть на новый лад, чтобы спустя 2-3 поколения это уже было исконно калмыцким блюдом. После продолжительного перерыва фестиваль тюльпановка – глоток свежего воздуха для изтосковавшихся по привольным степным просторам гостей. Экологический праздник пройдет на свежем воздухе, а значит, соблюсти противоэпидемиологические меры будет несложно. Полина Бевинова, Светлана Аджиева. Итоги недели. Глава Калмыкии встретился с руководителем Межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Германом Шацким. Стороны обсудили исполнение подписанного в прошлом году соглашения об информационном взаимодействии между Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Южному федеральному округу и правительством республики. Как отметил Батухасиков, в регионе ведется системная работа по выведению экономики из тени в разных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве. Постоянно контролируется исполнение государственных контрактов. И здесь для нас очень важно взаимодействие с федеральными структурами, ответственными за мониторинг финансовых потоков в экономике и способными своевременно обращать внимание на возможные риски, подчеркнул глава Калмыкии Батухасиков. Герман Шацкий рассказал, что Росфинмониторингом внедряется в практику информирования глав регионов о рисковых проявлениях в деятельности организации исполнителей крупных социально значимых государственных контрактов. А также организаций и лиц, претендующих на их заключение. Это позволяет повышать качество исполнения обязательств перед государственным заказчиком и на начальных этапах освоения бюджетных средств концентрировать контрольные функции на наиболее уязвимых участках. В ходе беседы Батухасиков и Герман Шацкий наметили совместные мероприятия по усилению контроля за эффективностью расходов необюджетных средств и обсудили планы по расширению взаимодействия. В Калмыкии выявлен первый случай заражения британским штаммом коронавируса. По словам главного санитарного врача Республики Джангра Санжеева, очаги заражения выявлены и в соседних регионах. Быстрое выявление нового штамма позволило оперативно начать локализовывать очаг заболевания. На территории региона усилена работа по обследованию прибывающих граждан, а также ведется мониторинг циркуляции нового типа вируса. Мы проводим весь комплекс мероприятий, так называемые по санитарной защите территории Российской Федерации. У нас усилен еще раз кордон на границе, все прибывающие за границей мы ставим на контроль, обследуем. Потом мы мониторим ситуацию по циркуляции вирусов на территории уже Российской Федерации. И как раз вот в рамках мониторинга вот этой циркуляции вирусов мы выявили вчера у нас британский штамм от одного из больных. На сегодняшний день мы проводим комплекс мероприятий, выявляем весь круг контактных, смотрим, кто еще мог заразиться этим штаммом, локализуем этот очаг. Хочу сразу сказать, что мы не первые в Российской Федерации. Во многих регионах уже выявлен этот штамм. Из наших соседей он тоже присутствует и в Ставропольском крае выделяли, и в Кабардино-Балкарии. Так что в нескольких субъектах ФЮФО уже он выделен. Напомню, новый тип вируса был выявлен в прошлом году в Англии, затем и в других странах. По данным Роспотребнадзора, ПЦР-тесты на коронавирус, которые сегодня используют в России, могут выявить и британский штамм. И вакцины, разработанные российскими учеными, которыми сегодня прививают население страны, способны предотвратить заражение данным видом штамма. Только вакцинация может защитить именно от тяжелых случаев проявления коронавирусной инфекции. На сегодняшний день те вакцины, которые у нас присутствуют, спутник ВИ, эпивак корона и чумаковская вакцина, которую мы сейчас ждем поступления, они как раз и защищают в первую очередь от таких штаммов. Уже доказано, что тот набор антигенов, которые присутствуют в британском штамме, они как раз и нейтрализуются вот этой вакциной спутником. Поэтому это еще раз лишний повод для наших жителей задуматься о получении прививки. Между тем, 6000 доз вакцин от COVID-19 дополнительно выделил Калмыкия федеральный центр. Как пояснил руководитель республики Батухасиков, такое решение принято на основе высокой оценки региональных властей по вакцинации жителей Калмыкии. На сегодня привито уже 22 305 человек. Недавно начали работать три мобильных прививочных пункта в Элисте. Они разгрузили очередь и сделали вакцинацию более доступной. Помимо этого, получить вакцину можно на базе 14 региональных медорганизаций. Всего же с начала апреля поступила партия для иммунизации 23 400 человек. Глава Калмыкии принял участие в совещании по вопросам подготовки к празднованию 76-й годовщины победы Великой Отечественной войне. Батухасиков сообщил, что запланирован ряд мероприятий и идет активная подготовка. Чтобы отметить памятную дату на достойном уровне и соблюдением всех мер предосторожности. В рамках совещания в первую очередь участники обсудили отчествование ветеранов-фронтовиков. Также уделили внимание акциям в Элисте. Как и многие регионы России, Калмыкия примет участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». «По рекомендации Роспотребнадзора мы проведем эту значимую для всех нас традицию с соблюдением социальной дистанции», рассказал глава Калмыкии. «Ведь один из важных смыслов этого праздника в том, чтобы сохранить память о подвигах наших предков и передать нашим детям. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит сделать больше оффлайн-мероприятий», отметил Батухасиков. В завершение совещания за подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Великой Победы, благодарности Организационного комитета Победы вручили вице-премьеру Республики Ирине Шварцман, советнику главы Калмыкии, заместителю директора РИА Калмыкия Станиславу Рамазанову, главе администрации Элисты Дмитрию Трапезникову, ректору Каламгу имени Гордовикова Бадмия Салаеву, председателю первичной профсоюзной организации обучающихся Каламгу Ильане Юсуровой. К другим темам. 11 тысяч детей Калмыкии отдохнут в пришкольных и оздоровительных лагерях региона, а также в одном пансионате. Эти учреждения уже готовятся к открытию сезона. Также идет набор педагогических и медицинских работников. Как отметил глава Республики Батухасиков, важно, чтобы наши дети летом и отдохнули, и провели время с пользой. Подчеркну, что мы постоянно будем улучшать инфраструктуру детских лагерей, привлекая всевозможные ресурсы. Батухасиков встретился с гостями Калмыкии и учениками Московской новой школы. Ребята по своей инициативе приехали в нашу республику, составили обширную программу. За 4 дня успели посетить достопримечательности Калмыкии. Наши земляки тепло встречали школьников с удовольствием и гордостью рассказывали об истории и культуре Калмыкии. Руководитель региона отметил, что встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Школьники приятно удивили разносторонними вопросами. Им интересна не только культурная жизнь республики. Они также спрашивали о развитии разных отраслей Калмыкии – экономики, туризма, экологии и цифровизации. Самое главное, ребят, надо верить в себя, надо ясно видеть, что вы хотите от этой жизни. Независимо от возраста, не надо говорить, что «да я еще молодой, у меня все впереди». Желательно как можно раньше определиться и не бояться ошибиться. Но главное, чтобы какая-то идея всегда присутствовала в ваших и головах, и сердцах. В поселке Приманочь и Кибрульского района открыли новый детский сад. Объект возведен в рамках национального проекта «Демография». Просторные помещения обставлены мебелью, мягким инвентарем, посудой. Есть все для занятия творчеством и физкультурой. Обустроены также и игровые площадки. Слово Полине Бевиновой. Сегодня у жителей поселка Приманочь большая радость. Здесь открывают новый детский сад. Это стало возможным благодаря региональному проекту «Содействие занятости женщин» созданию условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в рамках национального проекта «Демография». Всего на строительство социального объекта было предусмотрено 39 миллионов рублей. Жительница Приманочья Татьяна Хухачева воспитывает троих детей. Ее дочь Эльта вместе с почетными гостями праздника приняла участие в торжественной церемонии перерезания красной ленты. Молодая мама признается, что открытие нового светлого и уютного детского сада, отвечающего всем современным требованиям, событие долгожданное и радостное. Садик очень классный, нам нравится, шикарный такой садик построили. Молодцы вообще. Мы очень рады, что именно в нашем поселке, потому что у нас семья большая, трое детей, поэтому я очень рада. И радоваться действительно есть чему. В учреждении созданы достойные условия для пребывания и развития ребят. Просторные светлые коридоры и группы, теплые полы, горячая и холодная вода, удобные санузлы, новая яркая мебель и инвентарь, современная кухня и оборудование. Как отмечает застройщик, здесь детям будет по-настоящему комфортно. Все нормы в проекте были учтены в части утепления. Теплый пол везде в группах заложен изначально, чтобы детишкам было комфортно. То есть довольно-таки добротное, качественное здание получилось. Яркое, красочное. Надеюсь, что деткам будет здесь комфортно и только будут улыбки на их лицах. Предусмотрены резервуары и пожарные, и под питьевой водопровод. Вода привозная ввиду отсутствия в поселке. Резервуары заложены были, они реализованы. Станции подачи воды стоят, большие два бойлера. То есть все работает, функционирует в полноценном режиме, как и в городах, так и здесь. Комфортная обстановка в новом детском саду создана не только для детей, но и для сотрудников. Воспитатель Лидия Авадаева, как и весь коллектив детского сада Харада, с нетерпением ждет, когда эти светлые помещения наполнятся детскими голосами. Для нас это прям очень большое, радостное событие. Мы очень долго этого ждали. Дети очень долго этого ждали. Ну, я считаю, что в таком саду нас ждут только самые счастливые моменты. Работать очень будет приятно. Мы прям все в предвкушении. Я считаю, что работа будет у нас плодотворная. Действительно, первое впечатление было, когда только стоило переступить порог этого сада, лично у меня сложилось такое впечатление, что я попала в какую-то сказку. Красота просто, ну, просто неописуемая красота. Всего детский сад рассчитан на 50 мест. В самое ближайшее время посещать дошкольные учреждения будут около 20 дошколят. Поздравить коллектив с открытием приехал министр образования и науки Эрни Баринов, руководство района и села. По словам Эрни Васильевича, по этой же программе в нынешнем году в республике появится еще один детский сад в селе Троицкое. На сегодняшний день в рамках национального проекта «Демография» до конца текущего года планируется введение дополнительных мест, дошкольных мест в пределах 800. В этом году мы также запланировали строительство садика в целинном районе в селе Троицкое на 30 мест. Запланировано в пределах лимитов и бюджета около 20 миллионов рублей на строительство садика в селе Троицком. Появление учреждения образования на селе – знак того, что жизнь в небольших населенных пунктах продолжается. Постепенно сюда приходят современные технологии, растет качество жизни. И пока здесь живут дети, у сельской глубинки есть будущее. Полина Бевинова, Чиро Бушаев, информационная программа «Де республики». Служба занятости в этом году отмечает 30-летний юбилей. Ее создавали в непростой период нашей страны. Однако специалисты этой службы помогли тысячам граждан республики найти свое профессиональное призвание. Сегодня в преддверии праздника состоялось торжественное собрание, в рамках которого за многолетний добросовестный труд были вручены благодарности и почетные звания работникам службы. От имени главы республики Бату Хасикова присутствующих поздравил председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев. Ваша работа, она в том числе и связана с созиданием, то есть с созиданием и с надеждой. Поэтому я бы хотел, наверное, здесь пожелать вам все-таки в этом благородном деле, в котором вы участвуете, которое вы осуществляете, конечно же успехов, терпения, что немаловажно. У вас, в ваших, как говорится, сердцах всегда будет добро. И только добро, наверное, будет той основой, которая помогает людям как-то продолжать дальше жить, трудиться, работать, находить себя. Как отметила профильный министр Марина Эльзитеева, за время существования службы сюда обратилось около 350 тысяч граждан. Большая половина из них были трудоустроены. Кроме того, 16 тысяч человек получили возможность пройти обучение. Более 64 тысяч несовершеннолетних школьников и студентов прошли практику. Порядка 4 тысяч получили финансовую поддержку и смогли открыть свое дело. Поэтому в данном вопросе мы, как всегда, обращаемся к нашим коллегам из экономического блока, к нашим органам местного самоуправления, о том, что необходимо проводить работу с работодателями и наполнять региональный банк ватансии, поскольку каждая ватансия для нас – это возможность предложить гражданину, который нуждается в трудоустройстве, именно необходимую ему ватансию. С наступлением весны весь мусор, который лежал под покровом снега, портит внешний вид улиц. Более того, на многие километры отходы разносят весенний порывистый ветер. Каждый год работники городского зеленого хозяйства ликвидируют десятки несанкционированных свалок и вывозят тонны мусора. Но меньше его не становится. Мусорные свалки возникают в самых видных местах и растут в геометрической прогрессии. Полина Бевинова об извеченной проблеме общества и методах ее решения. В прошлом году на Оршанском роднике в черте Соснового бора прошел большой субботник. К очистке от мусора присоединился глава калмыкии Бату Хасиков. Тогда мешки с отходами пришлось вывозить не один день. Несмотря на все усилия и запрещающие знаки, нерадивые жители республики продолжают вывозить сюда нечистоты. Горы строительного мусора и бытовые отходы при сильном ветре разносятся по всей степи. Администрация листы планирует установить здесь фотоловушки для распознания нарушителей. И тогда остаться безнаказанным вряд ли удастся. По всем несанкционным свалкам у нас в администрации города принята программа. Мы убираем свалки, обязательно устанавливаем стандарты, вот эти вывески о том, что сбор мусора запрещен. Кроме штрафа, который будет наложен на лицо, который шляет сброс мусора в неустановленном месте, также будут взыскиваться затраты на ликвидацию этой свалки. Как говорится, чисто не там, где убирают. Надеяться только лишь на работу коммунальных служб не выход. Мысль о том, что у заботы о земле общее дело и касается каждого, стремятся привить населению экологические активисты. Люди неравнодушны к проблеме загрязнения природы. Ребята провели около 20 уборок и приглашают вступить в свои ряды таких же неравнодушных, как они. Бродили по дружбе с друзьями, гуляли, увидели пагоду на дружбе. И поняли, что пагоду как-то никто не ухаживает, и люди мусор бросают без зазрения совести. Решили убраться, и чтобы наша инициатива не пропадала просто так, решили продолжить движение и создать как раз-таки общественное движение ЦВР Листа. Движение, которое основывается не только на нашем тесном кругу друзей, но и на неравнодушных гражданах, которые принимают участие в наших уборках. Если у вас есть желание, вы можете найти на соцсетях ЦВР Листа, в ВКонтакте, в Инстаграме. Большую работу по устранению нарушений природоохранного законодательства проводит прокуратура республики. Меры реагирования прокуроры принимают не только в случае личного обращения, но и по информации, размещаемой в социальных пабликах сети интернет. Проводят работу в том числе и по материалам прокуратуры, инспекторы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. В прошлом году ими было инициировано порядка 10 проверок, а также рейдовых профилактических мероприятий. По данным фактам составлено 6 административных протоколов по части 1 статьи 8.2, которые предусматривают наложение штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 30 и на юридическое лицо от 100 до 250. В 2019 году в России стартовала мусорная реформа. Калмыкия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь полномочия и ответственность за всю цепочку движения мусора от баков до полигонов в каждом регионе возлагается на регионального оператора. У нас это спецотыха. Согласно установленным нормативам, бесплатно служба заберет крупногабаритные отходы, такие как мягкая мебель и бытовая техника. А вот за строительный мусор и растительные отходы придется заплатить. Вывоз мусора, который не относится к твердым бытовым отходам, стоит 150 рублей 1 кубический метр. Строительный мусор 1 кубический метр стоит 300 рублей. Если у них нет своего собственного транспорта, они также могут обратиться к нам с заявкой и заказать машину. Есть такая услуга. Просто машины, если у них есть свои собственные силы, чтобы загрузить эту машину, если нет, то они также могут подать заявку, чтобы мы подали машину с работы грузчиков. Это тоже оплачивается по отдельному тарифу. Токсичные вещества в местах несанкционированных свалок, попадая в почву и грунтовые воды, загрязняют их. А пластиковые отходы не разлагаются около двух сотен лет, нанося серьезный ущерб окружающей среде. От неправильного мусора страдает и животный мир. Чтобы очистить степь, в начале месяца в столице Калмыкии стартовали еженедельные субботники. Дни по очистке территорий проводятся каждую пятницу до 30 апреля. Кроме того, 24 апреля горожан призывают выйти на Всероссийский субботник. Полина Бевинова, Наталья Доржиева, информационная программа «День республики». Отопительный сезон в Элисте продлен на неделю. Прекратить подачу тепла в дома горожан не позволяет погодные условия. В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха отопительный сезон завершится только 19 апреля, сообщили в столичной администрации. Сейчас администрация осуществляется мониторинг температуры. На сегодняшний день в течение трех дней уже температура более 8 градусов. Это делается почему? Потому что у нас есть постановление правительства, в соответствии с которым в течение пяти суток температура воздуха среднесуточная должна превышать 8 градусов. Мы по договору с гидрометеоцентром, у нас на следующей неделе также ожидается небольшое понижение температуры. Поэтому это все и сказывается на среднесуточную температуру. Стартовал республиканский этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Мероприятие проходит в два тура. Отборочный этап проходит по шести направлениям. Завершится студвесна-галоконцертом 24 апреля в рамках празднования фестиваля тюльпанов. Победители и призеры представят Калмыкию на всероссийском уровне. Далее подробности. Веселей же, гляди, народ! Погасите все свечи и фонари. Я сама на столбе фонарем зажгусь. Разгорайся, костер колдовской гори! Ну давай! Я же ведьма! Я не боюсь! Что молчите, и друг, и брат, затерявшись средь вранья? Или верите, как твердят, что колдунья и вправду? Я! Студентка четвертого курса Калмыцкого медицинского колледжа Айта Иванова увлекается литературой. Сейчас девушка завершает обучение и планирует поступать в Казанский государственный медицинский университет. Однако участие в отборочном этапе никак не вредит учебе. А даже наоборот, идет на пользу. Главное, правильно распределить свое время, найти свободное. И это помогает мне отвлечься от учебы, отдохнуть и разгрузить мозг свой. В театральном направлении участвует всего пять человек. Член жюри, заслуженный деятель искусств Калмыкии Владимир Маркин отмечает, что главное не количество, а качество выступлений и актерские способности. Не смущает ничто, не количество участников. Мне это главное, чтобы ребята достойно смогли представить нашу республику в Нижнем Новгороде. На финале этого конкурса я буду очень рад, если появятся такие таланты. Отборочный тур проходит в двух категориях – профильные и непрофильные. К первой группе относятся студенты Листинского колледжа искусств и Венченкушова. Другая же категория – это студенты СУЗов и ВУЗов Калмыкии, которые не обучаются по творческим направлениям. Всего же республиканский этап в этом году собрал небывалое количество участников – более 300 студентов. Все они рассредоточены на разных площадках. Организаторы отметили, что конкурс проходит при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Мы наблюдаем большой прирост студентов, все очень активно хотят принять участие, все, наверное, устали от пандемии, хотят принять участие в таких очных мероприятиях. Сейчас мы насчитываем около 300 по разным направлениям, но мы еще считаем в счет коллективы. Отборочный тур продолжится завтра в Рео-Калмыкии. Свои работы студенты представят в направлении журналистика. В колледже искусств жюри будет оценивать хореографические постановки. Второй этап конкурса «Гала-концерт» состоится 24 апреля в рамках фестиваля «Тюльпанов». Ну а всероссийский финал студенты «Весны» пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая. Чингис Тихонов, Владимир Цуглинов, информационная программа «День республики». В Элисте стартовала реализация социального проекта «Калмыцкий юрт». Стоит отметить, что проект был поддержан Федеральным агентством по делам молодежи в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Автор и руководитель проекта «Санал Кожиев» сообщил, что в рамках проекта 6 недели будут проходить 6 учебных потоков по субботам. Все они направлены на приобщение молодежи к культуре и традициям калмыцкого казачества. Нам необходимо было сформировать материально-техническую базу для того, чтобы проводить те мероприятия, которые приобщают нашу молодежь к культуре и традициям калмыцкого казачества. Ну, во-первых, это юрты, во-вторых, это оборудование для проведения мастер-классов по стрельбе из лука, по фланкировке на шашках и на гайках и создание сайта проекта. Вот это основные направления нашего бюджета. Также в рамках проекта прошла посадка яблоневого сада в честь 80-летия основания 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. Саженцы высадили в южной части города. Конечно, чтобы память была, обязательно принял участие, чтобы не забывали люди, подрастающие поколения, помнили об этом, о нашем подвиге, о нашем великом народе. Если не будем помнить будущее, прошлое, не будем у нас в будущем. На этом у меня все. Встретимся ровно через неделю и подведем очередные итоги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова